В Мариел завершаются сезонные весенние полевые работы. Наряду с яровым клином и зерновыми культурами активно засеваются площади, отданные под овощи, технические и кормовые культуры. Большое подспорье аграриям оказывают и меры господдержки. Только на закупку сельхозтехники в этом году было выделено 662 миллиона рублей. Тему продолжит Денис Носов. Посевную кампанию в республике можно считать завершенной. Погода благоприятствует. Земледельцы вышли на поля на три недели раньше, чем в прошлом году. Яровой клин, а также зерновые и зернобобовые культуры уже посеяны на 100% запланированных площадей. На посев шли семена только высоких репродукций. Их кондиционность превышает 99%. На 50 тысячах гектаров проведена подкормка озимых культур. На 15 тысячах гектаров – многолетних трав. Кроме того, продолжается сев рапса и кормовых культур, посадка картофеля и овощей. Кроме того, хозяйства республики приступили к уходу за пассивами. Отдельно отметим, что с начала года аграриями приобретено уже 250 единиц сельхозтехники и оборудования. Во многом это стало возможным из-за своевременного поступления мер государственной поддержки. Согласно поручению главы Мариэл, солидные финансовые средства сейчас доводятся до сельхозтоваропроизводителей в кратчайшие сроки. В этом году мы приобрели уже порядка 250 единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму где-то 662 миллиона рублей. И эта работа будет продолжена в течение года. Тем более, что в этом году у нас предусмотрена будет мера поддержки, это впервые за многие годы, на компенсацию части затрат на приобретение именно на хозяйственной технике. И это стимулирует этот процесс, и мы на сегодняшний день опережаем по объемам, это на 1,9 раз на текущую дату прошлого года. Сейчас основное внимание будет переключаться на уход за посевами и посадку кормовых культур и многолетних трав. Аграрный сектор республики демонстрирует постоянную динамику поступательного развития. Это позволяет решить главную задачу – обеспечить продовольственную безопасность страны и республики.